Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 825. События дня. Псалом 34, 4 стих. Да постыдятся и посрамятся ищущие души моей. За 18 марта 2018 года. Псалом 34, 4 стиха. Да постыдятся и посрамятся ищущие души моей. Да обратятся назад и покроются бесчестием, умышляющие мне зло. Да будут они, как прах при лицем ветра. И ангел Господень да прогоняет их. Да будет путь их темен и скользок. И ангел Господень да преследует их. Ибо они без вины скрыли для меня яму, сеть свою, без вины выкопали ее для души моей. Да придет на него гибель неожиданная. И сеть его, которую он скрыл для меня, да уловит его самого. Да впадет в нее на погибель. А моя душа будет радоваться о Господе. Будет веселиться о спасении от Него. Вера М. Спаси Христос вас, дорогой мой Игнатий Тихонович. Мир вам, дорогой мой Игнатий Тихонович. Мне очень нужен ваш совет. Я работаю в сельско-государственной бане рабочей. Баня два раза в неделю. Женщины и мужчины парятся в разные дни. У меня к вам вопрос. Является эта работа греховной для православной женщины? Помогите мне, пожалуйста, разобраться в этом вопросе. Игнатий Лапкин. В чем ваша работа? Вы топите или только убираете? Но ни в том, ни в другом нет греха. Нет греха. Спаси Христос, Игнатий Тихонович. Я только что причастился. И видел, как люди идут на выборы. Но в храме было много людей. Что уже меня сильно радовало. Сам я на выборы не пошел. Потому что нету такой необходимости. Тем более это грех. С уважением, Александр. Город Ноябрьск. Вера М. Игнатий Тихонович. А можно как-нибудь с вами в скайп выйти? Только когда мужа дома не будет. Мы с ним венчаны. Только он верует в душе. И когда я с ним разговариваю о Господе, он сильно раздражается. Александр Р. Дай вам Бог здоровья. Смотрю ваши ролики с огромным удовольствием. Евгений Трапко. Благовестие мессианского еврея в Израиле. В конце он противопоставляет Господа и Ешуа церкви и христианству. Меня, конечно, это печалит. Но о Голгофской жертве, сказал, привел место Писания из Исаии. Православная церковь для многих из мессианских евреев закрыта. Нет понимания пребывания в истинной церкви православной. Оттого такое противопоставление Христа церкви и христианству. А так очень неробкое, горячее благовестие о жертве Христа на улице города. Не каждый так может в таком пламенном духе действовать. Раньше, когда я еще не был в церкви, православной истинной церкви, то в апостольских времен, то, слушая, как кто это видел ролик, не заметил, что он противопоставляет, как бы разделяет неразделимое Христа от церкви и христианства. Я теперь, когда вошел в церковь православную, увидел эту ересь мессианского иудаизма. Помоги им, Господи, войти в истинную церковь православную от апостольских времен. Да откроются в них глаза на их сектанство и да увидят, где находится истинная церковь православная. Иудей из Иерусалима на пути к истинному Христу, Машиаху. Роман Фроликов А я не смотрел про зомби и сразу подумал, а что по этому поводу говорит Бог через Библию, слово свое? И ответ нашелся сразу. Мы сами увлекаемся нашими похотями, и никто, кроме нас, не виноват в этом, что мы зомбируемся. Мы сами себя зомбируем. Сторонние злые силы просто помогают нам это сделать по попущению Божию. Нечестивый пусть нечестивится дальше. Упорное сердце будет обременено скорбями, и грешник приложит грехи ко грехам. Испытания не служат врачистом для гордого, потому что злое растение укоренилось в нем. Сирахова, глава 3. Даже безбожники это знают. Меня обмануть легко, и я рад обманываться. Евгений Трабко. Благовествует иудеям правильно в том понимании, что не цитирует места Нового Завета, а только цитирует и раскрывает пророчества Ветхого Завета о Христе иудеям. Совершенно верный подход. Иудеи не принимают Новый Завет как достоверное священное писание. Им нужно раскрывать Ветхий Завет о Христе исключительно. Наталья Усатая. Мир тебе, Евгений. Я как-то прослушивал его проповеди, есть очень хорошие. Но он вне церкви. У меня такое предчувствие было. При прослушивании проповедей он специально знает истину. Обманывает людей, и этим самым его секта более-больше становится. Гусейнов Рустам. Да, смелая, свежая и живая проповедь. Наталья Усатая. Баптисты тоже Христа принимают, веруют, а церковь истину со времен апостолов не принимают. Гусейнов Рустам. У нас с ними прописки разные. Евгений Трапко. Может быть, он и осознает, что они, пытаясь совместить что-то между иудаизмом и христианством, промахиваются мимо церкви, и в итоге не угождают иудаизму, так как эта религия отрицает Христа. Угодить ее невозможно. То есть найти согласие. Наталья Усатая. Они должны принять и осознать публично, за что и кто распял Христа. Гусейнов Рустам. Однако у этого мессианское время есть чему поучиться. Стиль проповеди восхищает. Евгений Трапко. Согласен. Наталья Усатая. На его проповеди собирается много людей. Он хорошо и четко цитирует Писание. Голос хороший. Евгений, вы прослушивали его проповеди? Не скажешь, что он не знает Евангелие? Евгений Трапко. Иудей из Иерусалима на пути к истинному Христу, Машеаху. Наталья Усатая. У мессианских евреев есть чему поучиться. Роман Фроликов. У христиан, у Бога, слава ему. И в его требованиях к христианам все сводится к благовестию, то есть к Евангелию. Благой, радостной новости о том, что за грехи всех людей умер оцененный, хвала ему. Иначе без благовестия у нас нет любви к людям и к Богу. Евгений Трапко. Наталья. У этого человека есть книга, называется «Почему я?». Там есть его та же фотография, как он благоествует на улицах Израиля. Проповеди прослушивал. Он знает Евангелие, как и многие мессианские евреи. Многие из них сознательно рождены свыше люди, но им не достает понимания церкви от апостольских времен. Гусейн Афрустам. Только за мусульман он перегнул. Для мусульман Иисус – это всего лишь пророк, а для нас Господь. Так как в Деянии 4.12 все сказано. «Огромное спаси Господи Игнатию Тихоновичу за то, что он мне, животному, немытому, открыл двери Церкви Христовой. Теперь у меня есть все шансы уподобиться образу и подобию Божьему». Евгений Трапко. «Огромное спаси Господи Игнатию Тихоновичу за то, что он мне, живому, немытому, открыл двери Церкви Христовой. Теперь у меня есть все шансы уподобиться образу и подобию Божьему». Меня посещают такие мысли, что у Игнатия Тихоновича есть что-то такое от пророческого призвания. Пророки зачастую возвращали на древний путь истины заблудший народ, израильский. А Игнатий Тихонович возвращает сынов православных на пути древней Церкви Христовой и по пути захватывает с собой туда еще сектантов, таких как я. Гусейнов Рустам. «Аллилуйя! Игнатий Тихонович – помазанник Божий. Его проповеди благодатны. Слава Христу!» Наталья Усатая. «На этом и он, и другие засыхают. Как можно читать Новый Завет и не понимать, в какую Церковь нужно идти? Даже и такая глупая, как я, ничего не знала, понимала совестью, что православная Церковь истинная». Евгений Трапко. «Господь сделал Игнатия Тихоновича твердым, как камень. Все пророки были такие твердые, как камень. Один пророк против целого народа. Господь наградил Игнатия Тихоновича уникальной памятью знать Писания, каноны и отцов Церкви. Пророки должны были возвещать пути древние. Игнатий Тихонович тоже возвещает о древних путях Церкви Христовой». Наталья Усатая. «Дай Господь, чтобы обратил их на путь истины. Молиться надо и поститься за них». Роман Фроликов. «Будьте же исполнительны слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем, забывчивым, но и исполнителем дела, блажен будет в своем действии». Послание Иакова. Глава 1. Наталья Усатая. «Это тоже очень хорошо, что евреи проповедуют о Христе и слышат об этом и мусульмане. Слава Господу за Его милость к нам грешным и дает покаяние и рождение свыше». Роман Фроликов. «Игнатий Тихонович по Евангелию говорит нам, чтобы мы все благоествовали, тем более, что это нетрудно, если делать сего помощью». Наталья Усатая. «Игнатий Тихонович мне напоминает о пророке Иоанне Крестителе, призывает к покаянию и обличает священство». Роман Фроликов. «Игнатий Тихонович обличает не только священство, но и нас за наше бездействие в деле благовестия». Наталья Усатая. «Но священство – это самое главное». Гусейнов Рустам. «Об обязанности благовестия написано в толковании Евангелия, блаженного фифилакта. Кто ж спорит, не будем зарывать свои таланты». Роман Фроликов. «Мы должны родить друг о друге, а обличение священства вытекает из заботы овец о других овцах. Мы призываем священников заботиться об овцах, о наших братьях». Наталья Усатая. «Люди слушают священников, как батюшка скажет. Овцы тоже должны родить о пасторе». Гусейнов Рустам. «Ой, сколько их, этих батюшек и профессоров, типа Осипова Алексея Ильича, я переслушал и пересмотрел. Да толку мало было. А все почему? Безблагодатные». Наталья Усатая. «Если все моченые, то получается, что мы вне церкви Христовой. А откуда благодать, если не крещеные полным погружением и Библию только целуют?» Евгений Трапко. «По своему твердому характеру у Игнатия Тихоныча явно есть от пророческого призвания. Пророки, они не сентиментальны, не чувственны. Пророки смотрят выше голов. Они возвещают, что говорит Господь. Поэтому пророк может быть только с твердым характером. Мягким характером пророками не станут. Пророки не могут угождать людям. Для них что царь, что простолюдина. Это все на одном уровне голов. В Игнатии Тихоновиче менее наблюдается пастырского характера. Пастырь, он должен быть более мягким. Он пасет овец, обвязывает их, учит их быть одним стадом. У пастыря нет такого обличительного рвения, как у пророка. Идти к царям и патриархам с обличением. Гусейнов Рустам. Я имел в виду по поводу того, кто меня привел в церковь. А теперь, естественно, нужно креститься по канонам церкви. Роман Фроликов. В жития святых мы видим, что у нерадивого священника таинство совершает ангел Божий вместо священника. Гусейнов Рустам. Ну а если взять ветхозаветнего Моисея, он был мягок и косноязычен, но Бог укреплял его. Его брат Аарон помогал Моисею, так как Бог благословил на такое. Евгений Трапко. Евреи не называют Моисея пророком и не считают его за пророка. Они говорят так о Моисее. Моше Рабейну. То есть Моисей наш учитель, а не пророк. Моше Моисей. А Рабейну от слова Рав, Равин, учитель. Моисей был великим учителем и законодателем. Он дал израильскому народу, Тору, духовное наставление заповедей. Гусейнов Рустам. Моисей – это еврейский пророк, законодатель и основоположник иудаизма. Евгений Трапко. Моисей не пророк. С чего вы это взяли, Роман? Гусейнов Рустам. С Википедии на данный момент для подтверждения того факта, что я прав. Евгений Трапко. Википедия может много говорить, дайте ссылки на писание, что Моисей – пророк. Моисей был мягким характером, как он пророк. Гусейнов Рустам. Так вот, там написано, что Моисей – это самый важный пророк в иудуизме. Евгений Трапко. А Ветхий Заветом Торой подтвердить, что Моисей был пророк. Евреи называют Моисея рабином, то есть учителем. Я согласен с этим. Моисей был великий наставник, учитель душ человеческих. Моисей – великий рабин, а не пророк. Анастасия. И не было боли в Израиле пророка, такого, как Моисей, которого Господь знал лицом к лицу. Второзаконие 3410. Гусейнов Рустам. Спаси Господи. Мой пробел в том, что я не знаю писания наизусть. Евгения Клеймёнова. Посмотрела фильм «Обыкновенный зомби». Что хочу сказать. Во-первых, то, что идет пропаганда с обеих сторон. Это и так понятно. Во-вторых, фильм украинский, и поэтому идет однобокое освещение событий в качестве лжи в СМИ показаны исключительно кадры из российских СМИ. Но, уважаемые, давайте не будем забывать, кто первый отдал приказ стрелять в мирных людей на Донбассе. Это кровавый пастор Турчинов. Есть видео в Ютубе, где жители Донбасса живой цепью останавливают ложатся под танки. Занимались мародерством только украинские в СУ. Именно по этой причине была временно приостановлена работа новой почты на Донбассе, потому что украинская армия не брезгивала ничем и приправляла с Донбасса к себе домой все более-менее ценное, наживаясь на горе людей. Давайте не будем забывать, что эта украинская власть отменила все выплаты на так называемой оккупированной территории. Люди не получают по закону положенные им пенсии. И даже Европа, которая осудила и призвала украинскую власть выплатить людям пенсии, осталась неуслышанной. Только это по украинским новостям не покажут и не расскажут про гумконвои. Лукавый фильм с громким названием. Цель не раскрыть, а еще больше вести людей в обман. Вместо того, чтобы копаться и искать фейки в новостях соседей, лучше бы сделали фильм расследования про убийство на Байдане 2014 года и события в Одессе 2 мая. Только сомневаюсь, что это возможно при нынешней власти. Евгений Тропко Анастасия, молодец! Мягкий характер Моисея в начале призвания его сбил меня с толку. Все же я придерживаюсь, что пророки это люди очень твердого характера. Пророк не может быть сентиментальным человеком, иначе его чувственность и мнение людей собьют пророка с пути. В человеке может преобладать несколько одарований. Пророк и учитель вполне совместимы. Гусейнов Рустам, возьмите пророку Иону. Что вы скажете о его твердости, Евгений? Анастасия. Пророчицами были и женщины. Они не ходили обличать царей и так далее. Пели пророческие песни, предвозвещали о чем-то. Гусейнов Рустам. Иону вообще сначала пытался убежать от Бога. Твердый был хоть куда. Евгений Тропко Женщинам не надо обличать мужей, как правило, чтобы не возвысились в своих глазах над мужчинами. Видимо, есть пророки разных духовных уровней. Пророк это предвозвестник. Но есть пророки обличители. Это калибры твердого камня. Обличение это меч в руке обидуострый, который рассекает до разделения. Тут не до сентиментальности. Анастасия Да, я к тому и говорю, что быть пророком можно разным. Игнатий Лапкин Подобно тому, как древнему Израилю посылает Господь судей и пророков, так и церкви своей в момент чрезвычайной он обычно посылает людей исключительной благодатной одаренности, как бы пророков сильных духом и верою, не имея официального назначения, эти люди самим делом выдвигаются из общей массы и становятся предводителями других. Но это предводительство не имеет официального характера, не является установленной в церкви должностью и не всегда держится служебных рамок. Как и всякое пророчество, оно есть личный подвиг таких людей, делая их личной, внутренней, духовной предприимчивости и ревности о Боге и Церкви Божией, митрополит Сергий Строгородский. Руководителем теперь является сам Господь, да отчасти книги, кто имеет их и может понимать, игумен Никон, заключая, что через поколение, много, через два, истятнет наше православие. Если не изменять у нас образа воспитания и обычаев общества, то будет больше и больше слабеть истинное христианство, а наконец и совсем кончится. Останется только имя христианское, а духа христианского не будет. Все преисполнит дух мира. Феофан Затворник 1863 Мне, убогому Серафиму, Господь открыл, что на земле русской будут великие бедствия, православная вера будет попрана, архиереи, церкви Божии и другие духовные лица отступят от чистоты православия, и зато Господь чашкой их накажет. Я, убогий Серафим, три дня и три ночи молил Господа, чтобы он лучше меня лишил Царствия Небесного, а их бы помиловал. Но Господь ответил, не помилую их, ибо они учат учением человеческим и языком чтут меня, а сердце их далеко отстоит от меня. Сказано, что врата адовы не одолеют церкви, но нигде не сказано, что в России сохранится церковь в России, может быть, окончательно потерять ее. Епископ Афанасий На престоле большая звезда и Евангелие со звездою, и свечи горят смоленные, трещат как дрова, и чаша стоит, а из чаши сильное зловоние идет, и оттуда всякие гады, скорпионы, пауки ползают, страшно смотреть на все это. Перед престолом стоит священник в ярко-красной ризе, и по ризе ползают зеленые жабы и пауки, и лицо у него страшное, и черное как уголь, глаза красные, и изо рта у него дым идет, и пальцы черные. В этой церкви нельзя принимать миропомазание в виде видения Иоанна Кроштадского. Еще раз повторяю, что ходить в те храмы нельзя будет, благодати в них не будет. Лаврентий Черниговский Слава Иисусу Христу! Истинно благочестивые христиане потерпят гонения от своих лже-братьев, лицемерных христиан. Количество христиан хотя увеличится ради милостивой благодати Христовой при последней всемирной проповеди, но далеко не все они явятся подлинными последователями Христа. Многие будут ограничиваться только одной наружностью, одними внешними обрядами. Тогда литургия творится, будет скач по большой дороге. Нил Мироточивый Афон. Тогда, хотя имя христианское будет слышаться повсюду, и повсюду будут видны храмы и чины церковные, но все это одна видимость. Внутри же отступление истинное. Феофон Затворник. Отступление истины, а остальное не истина. Только так, видимость одна. Враг рода будет действовать хитростью. Он не станет грубо отвергать догматы Святой Троицы, Божества Иисуса Христа, и достоинства Богородицы. А незаметно станет искажать переданные Святыми Отцами от Духа Святого учения Церкви. И сам и Дух его уставы. И эти ухищрения врага заметят только немногие. Наиболее искусные в духовной жизни. Еретики возьмут власть над Церковью. Всюду будут ставить своих слуг, и благочестие будет пренебрежение. Анатолий Обчинский младший. Приходит время, закрытые храмы будут ремонтировать, оборудовать не только снаружи, но и внутри. Купола будут золотить как храмов, так и колоколин. Все храмы будут в величайшем благолепии, как никогда. А ходить в те храмы нельзя. Церкви будут, а православному в них нельзя будет ходить. Ремонты храмов будут до самого пришествия Антихриста. Лаврентий Черниговский. Священство последних веков будет в нравственном падении через две страсти тщеславия и чревоугодия. Нифон Цареградский. 99 священников из 100 объявят себя за Антихриста. Соловьев. Нынешний страшный упадок веры и нравов весьма много зависит от холодности к своим паствам иерархов и вообще священства. Ян Кроштадский. К нашей церкви будут присоединяться только отдельные личности Нектарий Оптинский. Не всякое собрание епископов есть собор, а только собрание епископов стоящих в истине. Заявление В архитектурный отдел Мамотовского района Алтайского края от жителей поселка Потеряевка Вы неоднократно запрашивали нас о том, как бы нам хотелось назвать главную улицу поселка Потеряевка уже строящуюся. Считаем, что если сам поселок Потеряевка сохраняет память о первом поселенце здесь в 1818 году Потеряеве Семен Венедикт Нифон Иван Геннадий то восстановить заново в наше время полностью разрушенное в 1972 году это поселение при сильнейшем противодействии властей это дело несравненно более трудное чем было у Потеряевых. Идея восстановления ходатайства на всех уровнях первой жители все это было от семьи Лапкиных по благословению матери Лапкиной Марии Егоровны матери героини родившей и воспитавшей в поселке Потеряевка 10 детей здесь она жила 60 лет из 86 лет прожитых ею 15.07.1912 год по 29.11.1998 год с нашим отцом Тихоном Дмитриевичем инвалидом второй группы Великой Отечественной войны с 29.06.1910 по 25.08.1985 год назвать улицу имени Марии Лапкиной оставив память потомкам о героической женщине труженице глубоко верующей православной христианке память ее в рот и рот это решение принято на общих собраниях Крестовоздвиженской и Свято-Анфимовской общин 21.11.1999 года Лапкин Игнать Тихонович просьба была удовлетворена и единственная улица поселка называется именем Марии Лапкиной в Святой Библии слово пророк без кавычек встречается 487 раз и пророчество без кавычек еще 193 раза в Ветхом Завете всего только три раза и ни разу и нигде в четырех книгах царств ни в двух паралипоменон не упоминается что это слово лжепророк почему или мы сами должны догадываться и решать были ли это истинные пророки и какие именно дело еще в том что хотя Израиль отступил от истинного Бога и Еговы но Бог не покидал их совсем там были и истинные пророки как Илья и Лисей а иначе зачем было духу лжи входить в уста этих близ царя Ахава значит до этого момента до позволения Божия в их устах не было духа лжи и это бесспорно должно быть зафиксировано уже в нашем сознании говорим только об этом конкретном случае для примера можем взять пророка Божия Валаама преданного затем корысти ему Бог открывал то что до него ни одному самому великому пророку Божию он видел звезду Израиля царя Иисуса числа 24 17 вижу его но ныне еще нет зрю его но не близко восходит звезда от Якова и восстает жезл от Израиля и разит князей Моава и сокрушает всех сынов Сифовых и все благословения его были истинны и страшны для окрестных князей и про Мехе также сказано что он был пророк царь Ахав не желал его слушать только по простой причине земной и сказал царь израильский Иосафату есть еще один человек через которого можно вопросить Господа но я не люблю его ибо он не пророчествует о мне доброго а только худое это Михей сын Иемвлая и сказал Иосафат не говори царь так 3 царь 22 24 И подошел Сидеке сын Хинааны и ударив Михея по щеке сказал как неужели от меня отошел дух Господень чтобы говорить в тебе то есть из служащих при царе Ахаве были ревностные пророки которые говорили в духе святом а как иначе было бы такое чтобы сказал пророк Сидеке сын Хинааны неужели от меня отошел дух Господень отошел да отошел и нигде ни разу не названы эти пророки лже пророками почему и почему благочестивый царь Иосафат из Иудеи не относился к этим пророкам неизвестно сколько их было как к лже пророкам но он хотел подтверждение именно пророчеств 100% всех пророков если это были истинные пророки а не лже пророки при Ахаве то говорили они ему истину всегда или скрывали что касается духа лжи то больше нигде ни разу этого не находим чтобы чтобы все стали лже пророчествовать иногда они говорят неправду и это стоит жизни это не жрецы Валаала 3 царств 13 18 и сказал он ему и я пророк такой же как ты и ангел говорил мне словом господем и сказал вороти его к себе в дом пусть поест он хлеба и напьется воды он солгал ему и произнес он к человеку божию пришедшему из иудеи и сказал так говорит господь за то что ты не повиновался устам господа и не соблюл повеление которое заповедовал тебе господь бог твой наворотился ел хлеб и пил воду в том месте о котором он сказал тебе не ешь хлеба и не пей воды тело твое не войдет в гробницу отцов твоих после того как тот поел хлеба и напился он оседовал осла для пророка которого он воротил и отправился тот и встретил его на дороге лев и умертвил его и лежало тело его брошено на дороге осел же стоял подле него и лев стоял подле тела цари иудеи праведные первый Давид Соломон Аса Иосафат Иоас Амасия Азария Иоафам Изекия Иосия время царствования Давида 40 лет Соломона 40 лет Аса 41 год Иосафат 25 лет Иоас 40 лет Амасия 29 лет Азария 52 года Иоафам 16 лет Изекия 29 лет Иосия 31 год Таблица не ставится здесь ее разрывает Нечестивые Иехония 3 месяца 10 дней Сидекия Сидекия 11 лет Итоги праведных Обличитель не может быть мягкого характера. Мягкость души и обличение несовместимы. Меч обидуострый, он для воина твердого характера, а не для изнеженного принца в царских чертогах. Валентина Сартисон. Как полный точно обсказал Игнатий Тихонович о нынешнем состоянии святых мест стихами. В прозе так и не выразить, как ни старайся. Восхищаюсь. Гусейнов Рустам. Пророк Моисей разве не обличал еврейский народ в отступлении от Запады Божьей за то, что евреи слили себе золотого тельца и поклонялись ему? Так вот, пророк, это и есть обличитель априории. И не надо доказывать свою неправоту своими собственными вымыслами. Евгений Трабко. Пророка обличителя можно сравнить с хирургом-врачом. Хирург не должен бояться крови, отрезать орган, даже ампутировать ногу. Полная хладнокровность. Я бы не смог быть врачом-хирургом. Рустам Гусейнов. Тут свободная братская дискуссия о духовных темах. Мне, как человеку, свойственно быть где-то неточным, ошибочным. Но настраиваем свой духовный бинокль, оттачиваем духовное зрение. Предсказания и события до конца Первой мировой войны с 1903 по 1918 годы. В народе, живущем далеко на севере, появится маленький человек, который станет учить людей любви и сочувствию. Но вокруг него будет много лицемеров. Поэтому ему будет очень трудно. Никто из тех лицемеров и знать не захочет, что такое истинная благодать. Но от того человека останутся мудрые книги и все сказанные им слова. И позднее люди увидят, что обманывали себя. Митар Тарабич. Сергей Игнатов. Спаси Христос, Романа Фроликова, за напоминание нам, порой ленивым и малодушным. Быть все-таки благовестниками не только в интернете, но среди живых людей, которые нас окружают. На это нас нацеливают сотни примеров православных христиан и наш добрый и строгий, мудрый по Божьей благодати наставник во Христе и Духовный Отец Игнатий Лапкин. Храни его Божием. По поводу Моисея скажу, что его поступки говорят о твердости и мужести, а не какой-то мягкой телости. Одно из качеств лидера – беспощадность. Моисей также предсказал, что из народа Израиля Бог воздвинет пророка, которого надо слушаться, как его – Моисея. Это пророчество учителя церкви толкует как предсказание об Иисусе Христе. У меня нет сомнений, что Моисей – пророк. Много лет назад я сказал, что если Господь захочет дать исцеление от ДЦП моему младшему сыну Сергею, то я пешком пойду в Иерусалим, как гробу Господню. Может быть, я сделал что-то не так, но если это чудесное исцеление произойдет, то слово «данное» перед Богом надо сдерживать. Другой причины посетить мне Израиль нет. «Я нашел, что искал. Дай Бог здоровью нашему духовному Отцу. А когда его к себе призовет Господь, то начатое им дело оказалось в надежных руках для будущего поколения. До скончания века. Аминь». Гусейнов Рустам, читайте внимательно Библию, Сергей, особенно о том, как начинал Моисей. Естественно, со временем Моисей укрепил Дух Божий, и он сделался твердым. «Игнатий Тихонович, вы не такой уж и маленький». Там написано на севере «маленький человек», а он тоже говорит «и такой и маленький». Наталья Усатая, Сергей Игнатов, мир вам. Я тоже так думала пойти пешком из Германии до Израиля. Пошли, пошли. Может, там найду Господа. А оказалось наоборот. Здесь встретила Христа и познала его милость, и как он любит меня грешную. А потом Господь на молитве мне мысленно показал на Игната Тихоновича в интернете. Я сразу ночью и позвонила в скайп. «Это великая милость любящих нас Отца Небесного». Не надо никуда идти, ни по монастырям. Господь везде есть, куда ни посмотришь. Когда человек болеет, тем меньше грешит. Может, Господу так угодно. Ему виднее, как довести душу до Царствия Божия. Роман Фроликов «Я думаю, что брату Сергею Игнатову надо покаяться за то, что пообещал ему побывать в Иерусалиме, то есть за то, что произносил его имя в суе ради исполнения своей воли». Он говорит, если исцелиться, так он не исцелился-то. В чем? А не его воли. Наталья Усатая «Каждый отец и мать при виде страдания детей своих от болезни тоже болеют вместе с детьми. Тут школа терпения, кротости, смирения и познания самого себя и своих погрешностей и на молитве чаще становиться». Вот это прощал Роман Фроликов, вот это? Да. Дальше. Роман Фроликов «И тогда можно будет не исполнять невыполнимое для него обещание, которое он сам на себя возложил, как бремя неудобоносимое». Ну и не было исцеления ребенка-то. Гусейнов Рустам «Я плевал на свое «я». Я никто, ни еврей, ни русский. Сам я по себе пустое место без Бога. Простите меня, если я кого обидел в своей дискуссии. Слава Христу!» Алексей Цеденов «Доброй ночи. Сегодня стал слушателем Библии из уст Сергея Пупкова. Честно, много вопросов. Очень. Это он вчера заходил-то. Алексей Цеденов Игнатий Лапкин «Смотрю каждый день ваши видео и всегда из ваших учений извлекаю урок. Но вы мне ссылки скинули на рекламу, что уже говорит, не знаю о чем. Кому верить? Просто некоторые недруги говорят, что вы зарабатываете». Я сказал, где сайт. На сайт показал. А он говорит, что… Игнатий Лапкин. «Реклама». «Если уже знаете, что это недруги, то дальше легче рассуждать. Не сам человек это делает, но сделавшим рабом дьявола, они творят злые дела, лжи и убийства». Игнатий Лапкин и Иоаннов 8,44. И они, конечно же, судят по своей испорченности. Я ни рубля еще не получал. И не получу за что-то где-то в интернете. Всю жизнь работал на стройке. Вся самая черновая и тяжелая работа была на мне. При выработке постоянно 280-300%. Так, сколько у нас тут? 44 минуты. Ну, все на этом на сегодня. Благодарю. Считал Володя Паченко. Вот. Слава Христу.